Приветствую вас. Разбираться в себе это процесс. И то, как вы подали свой текст, как вы подали свой вопрос, говорит о том, что разобраться в себе вы реально не хотите. А вы хотите, чтобы вас, ну, например, пожалели. Вы хотите, чтобы вам что-то посоветовали. То есть, переложить ответственность, опять же. Но не разобраться в себе. Потому что разбираться в себе нужно постепенно. Нужно обстоятельно. Нужно не торопясь, не смеша. Не мешая всего одну кучу, как это делаете вы. Вот. И только так что-то получится. Поэтому истинная цель, как мне кажется, ваше обращение, она не в этом. Она вот не в том, чтобы мы помогли вам разобраться в себе. Реально, по крайней мере. Истинная цель, она скроется, на мой взгляд, она скроется в чем-то, в чем-то другом. В данном случае. Дальше. То, что нужно, это рассмотреть самые болезненные, такие вот болевые точки ваши, которые есть у вас. Противоречия. Обновные ваши противоречия. Вот. Чтобы именно с ними разобраться. С противоречиями. Значит, мне, так, вы пишите, каждый раз чувствую, что уйду в глубокую депрессию. Вот она, истеричность и потребность во внимании. То есть, вы не можете чувствовать, что вы идете в глубокую депрессию, потому что вы либо в ней, либо, ну, либо не в ней. Вот. Но, вы не можете чувствовать, что вы уйдете, ну, например, вот в нее, да, в депрессию. Дальше. Мне 19 лет, учусь не на своей любимой специальности. Если вы учитесь не на своей любимой специальности, как вы говорите, то возникает тогда вопрос. А бизнес, как же, то есть, вот, как же тогда бизнес, которым вы занимаетесь? То есть, вы совмещаете и учебу, и бизнес получать? Если честно, я в таком случае совершенно не удивлен, что вы устали, и что вам тяжело, потому что вы слишком много сил тратите на поддержание и учебы, например. И обучению бизнеса и так далее. Вот. То есть, тут опять же, да, заниматься нужно чем-то одним. То есть, в одной сфере, в одной сфере заниматься нужно чем-то одним. Нельзя в одной сфере заниматься несколькими, несколькими делами. Ну, смежными, смежными делами, да. Ну, вот. И ожидать, рассчитывать, что это получится. Нельзя. Да. То есть, это первое, первый, первый момент, да. Вы, возможно, специально занимаетесь, вот, несколькими делами, специально занимаетесь, ну, параллельными делами в одной сфере. Для того, чтобы устали, чтобы получить право на выражение мысли о том, что вы, вот, такая несчастная и так далее. То есть, вы правда себя так чувствуете, вы правда себя так ощущаете. Не говорите, что вы обманываете. Вы не обманываете, это правда. Но, момент такой, в чём, правда. То есть, момент такой, почему вы себя так ощущаете и из-за чего вы себя так ощущаете. Какую выгоду вы получаете от этого. Вот задумайтесь. Вы говорите о том, что, значит, написали нам всегда на ресурс для того, чтобы выговориться. Ну, хорошо, вы выговорили. Но я уверен, что вам хочется получить обратную связь. Какую? Какую вы хотите получить обратную связь? И самое главное, о какой обратной связи может идти речь, если вы, ну, собственно, написали вопрос только. То есть, как бы, тексты и всё. То есть, это не диалог. Это не индивидуальная консультация, где человек мог бы вас послушать, например, я, и, ну, действительно проникнуть в ваши ситуации. Нет. Нет. Вы предпочли задать свой вопрос по сути в пустоту. Вот. А вы поймите, пожалуйста, что я вас не обвиняю. Нет цели вас обвинять. Я просто показываю вам, что вы делаете. Да, я показываю вам, какие действия, например, вы совершаете, именно действия, и для чего вы их, эти действия, совершаете. Вот. Это важно, потому что лучше будет, если вы всё-таки, вот, этот момент, да, для себя сразу определите. У вас цели конечные, вот, цели кони, конечные цели, совпадали с тем, что вы делаете, а пока то, что вы делаете, не совпадает с вашими целями. Дальше. Так. Со временем я начала искать работу, начала кататься в себе, что мне ближе. Ну, для начала нужно выяснить и определить, почему вы учитесь не на любимой специальности, да, и как вам пришла мысль, да, соответственно, искать работу. Я не говорю, что вы должны, там, найти себе мужа, который будет вас обеспечивать, в этом смысле я с вами солидарен. Но мне видится такой, такой момент, мне видится такой момент, что, как бы, так вам сказать, что здесь происходит, опять же, смещение, как бы, смещение приоритетов и смещение целей, в этом смысле. То есть вы пытаетесь работать со следствиями, но не с причинами, а причина все-таки другая. Причина в том, что вы изначально выбрали нелюбимую специальности, и у этого были основания выбрать нелюбимую специально. В купе с тем, что, как точнее, не что, а как. В купе с тем, как реагируют ваши родители на вас, да, ну вот, на то, как вы действуете и так далее. То есть они обесценивают, обесценивают ваш выбор. Я полагаю, что ключевой момент, это то, что вы, с одной стороны, считаете, что работа, это тяжело. Но, с одной стороны, вы считаете, что, значит, труд, это тяжело, да, всегда. Тут всегда работа, всегда должна быть тяжелой. То есть вы вроде бы как против этого боретесь, но это именно борьба. То есть это именно доказывание. Это доказывание, что нет, 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 это такая вот, знаете, прям надрывное противостояние. Причем с четким, наверное, пониманием в глубине души, что вы проиграете. Вот. И это правда, вы проиграете. Потому что в любой борьбе, любая борьба, да, это прогресс, по сути. Поэтому, в общем-то, вам нужно перестать именно бороться в этом смысле слова. Не бороться вам нужно, не бороться вам необходимо, а вам необходимо раскрывать свои чувства, которые вы подавили, скорее всего, в результате именно вот обесценивания вас, вашей личности, родителями. Скорее всего, возможно, ну, возможно, имеет место быть некие обиды на родителей, хотя это не точно, конечно. Вот, но тем не менее. Ваша потребность в том, чтобы, значит, ну, как-то, как-то оценивали, как-то уважали, поддерживали. Это следствие подавленных к себе чувств. Мысль у вас правильная, что я сама ответственна за себя, что всё, но вам не хватает эмоционально всё, вам не хватает эмоций. Вот. Дальше. Так. С каждым разом, куда они устраиваются, понимал, что мне не нравится, на работе я задерживаюсь не больше месяца. А для чего вы на работу устраиваете? Какая цель была на работу устраиваться? Понимаете, наиболее частая ошибка людей, это такая, что они устраиваются на работу с какой-то вообще, ну, другой целью. Не с целью, например, работать, не с целью заработать деньги, а что-то ещё. Вот с какой целью вы устраиваете на работу? Так, мне не нравится, мне нужна работа, где много свободы действий, где нет рутины. А что есть свобода действий? Как вы, как вы, как вы считаете? И есть где-то вообще такая работа, где нет рутины. Вы правда думаете, что такая работа есть? Вот это идеальная идеализация. Что стоит за идеализацией? За идеализацией стоит, опять же, протест. То есть, вы протестуете. Вы протестуете против каких-то ограничений. Я так думаю, что протестуете вы против ограничений, опять же, накладываемых на вас, вашей, допустим, семьёй, например. Вот. И это важный момент. Понимаете? Дальше. Это не нужно смешивать с работой. Хочу жить так, как хочу я, то человек правил выбрать себе самое лучшее. Выбрать... Правил выбирать себе самое лучшее. Нет, не правил выбирать себе самое лучшее, а правил выбирать... Эмм... Скорее... Выбирать лучшее. Эмм... Убирать лучшее. Просто... эмм... Лучше. А самое лучшее это скорее всего недостижимый результат. Дальше. Ну, что я пришла к решению, где в бизнес, мне показался самый лучший вариант. Чем? Для чего? Откуда вам информация, что вы справитесь с бизнесом? Так. Значит, мне самый лучший нашла наставника, отдала деньги за курсы, где схема без вложений даже не за суперпринимательства, а так, схема постепенного ухода в бизнес. Вы это нам говорите обрадоваться или что? Для чего? Для чего вы нам это говорите? Значит, курсов, жалоб нет, все четко, все объясняют. Ну и да, перед заданием меня что-то опять не устроило, у меня полезные мысли, а ну нет вообще. Ну вот это вот, знаете, болезненная реакция, она точно вас не устраивает. То есть это опять же стремление к чему-то идеальному, и через это стремление вы пытаетесь заявить о себе, вы пытаетесь заявить о себе, вы пытаетесь защититься от какой-то угрозы. А угрозы, скорее всего, в семье находятся опять же. Ну а по сути, по факту, это жертвенное поведение, вы находитесь в треугольнике, как Карпан. Дальше, значит, так, нужно ли мне это вообще, мне нужно довести дело до конца, опять самокопание в себе. Для чего самокопание в себе? Для чего нужно довести дело до конца? Суть опять же в том, что опять же проще это неправильно. А кто вообще определяет, что правильно или что правильно или неправильно? Как можно во взрослой жизни руководствоваться такими категориями, как правильно или неправильно? Плюс, со стороны, к этому относится не как, а какая разница, как относится со стороны, это же в вашей жизни. Постоянное давление к деньги вам нужно просто придумывать. А давление, это вы, это вы вот принимаете как давление, ну вот. А то, что придумывает, это попытка обестрения. Это метод того, чтобы принять и излить для себя пользу. Я отчаянно всем отвечаю, что нет. Что нет, что? Я не очень понимаю, о чем идет речь. То есть, или это вы имеете ввиду, деньги вам относятся к просто бредовым. То есть, это вам говорят, это просто бредовым. То есть, вы тут не очень понятно написали. Я отчаянно всем отвечаю, что нет. То есть, защищаетесь. По факту, по факту, речь идет о защите. Верно? О своей защите. Ну и... Все. Вы уже сдались. Вы уже проиграли. По сути. Хочу доказать, что это просто легко. Его заработало деньги. Какому вы пытаетесь доказать что-то? И зачем? Можно ли кто счастливо доказывать что-либо кому-то? Нет. Потому-то, когда мы доказываем, мы используем волю. А когда мы используем волю, мы себя преодолеваем. Когда мы себя преодолеваем, мы уже не свободны. Такая вот цепочка. То есть, вы здесь сами себе противоречите. Опять же, хотите одного, вроде как, а делаете для этого совсем другое. И... Поэтому ничего не получается. Дальше. Так. Это гораздо сложнее, чем я говорю, чем в мыслях. Это сложнее, когда если нет, со стороны нет поддержки, все близкие его понимают. Это за бред. Нет. Это скорее сложнее, чем... Чем вы ожидали. Это да. Это действительно, скорее всего так. Сложнее, чем я ожидал. То, что нет... То, что нет поддержки близких, я бы сказал, что это в целом нормально. то есть, опять же, почему вы считаете, что они должны вас поддерживать, особенно если они там, допустим, не разделяют вашу точку зрения, почему вы считаете, что они должны вас поддерживать, если им кажется, что вы действуете неправильно, понимаете, какая штука, какая штука. То есть, это, опять же, да, вот это ваши потребности, да, просто вы, условно говоря, в этом нуждаетесь, но ответственность за это перекладываете на других, не на себя. И это, конечно, приводит вас к очень такому серьезному негативу, что, в общем, нормально. Так, только есть человек, который тебя обучает в деньги, и деньги, которые отдала. Ну, вот это взрослая жизнь. Я выполнил задания, не хочу бросать, но, выполняя их, все себя, все себя не понимаю, зачем нападает так, что это бессмысленно, что это не мое. Вы ищите смысл, но далеко не всегда в том, что человек делает, есть этот самый смысл. То есть, иногда, иногда смысла нет, и иногда смысла вообще быть не должно, потому что там, где есть смысл, там нет чувств. Так что, если вы ищете то, что вам нравится, то оперировать нужно именно чувствами, именно вашим, скажем так, отношением, вашим отношением к тому, что вы делаете. Вот. И к вашим отношениям, к целям. Которым, ну, которые вы себе ставите. Вот. Дальше. Потом резко начинаю думать, что это просто мои негативные мысли, и просто нужно потерпеть эти сложности. Мысли хорошие. Сложности, безусловно, возникают. Сложности, безусловно, можно и нужно потерпеть. Но, необходимо четко понимать, для чего, зачем, зачем я это делаю, ради чего. То есть, хочу ли я вот, значит, того, что будет потом. Насколько мне интересно то, что будет потом. Потому что, если не интересно, то смысла никакого абсолютно нет в том, что вы делаете. Вот. Я очень хотел бы, чтобы вы для себя этот момент поняли и уяснили. Потому что это, ну, это важная история. Это важная история. Это очень, очень важный момент. Дальше. Так. Ещё мнение говорят в одной, что нужно искать жму обеспеченного. Если нужна семья, зачем это всё? Ну, я так не считаю. Если мне так не считать, то какая разница, то, что говорит, опять же. Я так не считаю. Другие представления в голове. Да и не хочу, как все скучные средства, не желаю сидеть дома на нелюбимую работу. Вот. Ну, не знаю. Как-то вот вы, на мой взгляд, прям, прям вот знаете, как-то засыклились на том, что обязательно нелюбимая работа, обязательно это скучно и так далее. То есть, вот. Кто вам сказал-то, что так? Почему вы думаете, думаете-то, что обязательно так будет? Ну, вы, в конце концов, можете вообще не работать, а просто заниматься любимым делом, там, хобби и всё. Это, опять же, опять же, вопрос выбора, что вы хотите, что вы хотите делать. Или можно работать на нелюбимой работе, а, соответственно, заниматься любимым хобби, так тоже частенько люди делают. То есть, вас, на мой взгляд, вот знаете, какая-то вот одна позиция такая, только и всё. Вот. Это мне кажется, очень ограничивает вас. Вот. И мне кажется, что вам это мешает. Очень сильно, кстати, мешает. Вот. Так что, я рекомендую вам в этом направлении для себя подумать, размышлять. Дальше, так. Просто я себя измучила мыслями, сомнениями, в чём, в последнее время я по вечерам плачу, и как-нибудь разберусь в себе, в чём, что мне нужно вообще, для чего, что делать-то будете с тем, что вам нужно. Я просто потерян, опять же, в чём, говорить тем, что я опять бросила, что начала, как-то, зачем говорить всем. То есть, вот, как бы, связь. Где связь между тем, что делаете вы, и тем, что, ну, тем, что нужно говорить что-то. Что-то. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, связи нет никакой. Вас тяготит вот именно необходимость что-то говорить. Ну, эта необходимость, она существует по сути. Только у вас в осознании, что вы должны что-то говорить, ну, что надо, то и будете говорить сколько надо, столько и будете говорить. Вас волнует мнение людей, и, возможно, вы и делаете всё это для того, чтобы люди вас оценили. Но это не есть правильно, это деструктивно. А самое главное, что, в общем-то, происходит подмена, происходит подмена понятий. Вот. К сожалению. И в результате вы чувствуете себя очень, ну, плохо и негативно. Дальше. Не хочу выглядеть слабо в глазах людей. А что в этом плохого? То есть, вот, ну, серьезно, что плохого в том, что выглядят слабо в глазах людей. То есть, для человека, вообще-то говоря, это нормально. Нормально выглядит слабым. Нормально вообще испытывать слабость. Потому что человек, он, ну, в общем-то, он действительно слаб под своей сути. Это норма. Для него это норма, быть слабым. Так, вы отрицаете свою, по сути, человечность и хотите, чтобы у вас что-то получилось. Вы не принимаете себя, просто себя, просто свои, вот, какие-то отдельные черты вы не принимаете. И хотите, чтобы все было нормально. Одно без другого, одно без другого не получается. Поэтому и нормально все не будет до тех пор, пока вы себя не примете и не будете бояться слабости, не будете пытаться быть сильным. То есть, по факту, до тех пор, пока не будете пытаться быть той, с кем вы не являетесь. Вот. Дальше. Так. Я хочу добиться успеха, расти меня, подержать мысли, которые просят большие кои. Мысли о чем? В итоге голова кругом и слезы. Ну, это как ощущение бессилия. Кстати, успех, это, опять же, очень субъективно, да, и, как бы, это... По факту, это касается только окружающих. То есть, успех отменить могут окружающие, не вы. И вы понимаете, что живете, ну, опять же, не для себя. Что, главное, не успех, не успех. На самом деле, главное, не успех. А главное, удовольствие от процесса, от процесса того, чем вы занимаетесь. Если удовольствия нет, то успеха никогда не будет. А у газа человека успех, он, ну, скажем так, свой. Свой успех. А вы это тоже, как мне видится, отрицаете. Ну, вот. Дальше. Пересматривал много раз стороны на себя, останавливался на миг, анализировал. А что я делал и затем, в общем, много-много анализировал. Но я считаю, что нужно двигаться дальше. Это надо, чтобы идти к одной сделке и для себя понять. А как это связано с анализом? Чувствуешь, что с каждым рядом теряешь мотивацию? Ну, так правильно, вы же к себе не прислушиваетесь. Да, я давно уже не уверен, что мотивация, возможно, на другое приводит. То, что вы отчаянно пытаетесь получить одобрение других людей. Вот. И не получая одобрение, вы, значит, ну, чувствуете, видимо, что вот теряете мотивацию. То есть потеря мотивации происходит на фоне именно неполучения одобрения от окружающих. Вот. Эм... Дальше. Так. Эмммм... Чувствуете, к админдатам? Так. Эммм... У меня сомнения по поводу того, что нагружающие права. Они правы только. Вопрос в том, что это не для вас. Что все это бред. Может быть, и бред для них. У вас свой мир. Или я права, но нагружающие на меня. Здесь нет права как выновариваешь. Вы просто делаете то, что... То, к чему... Что вы говорили у вас положительные чувства, и все. Ну, в этих вопросах начинает кружиться голова, а потом... Я просто в слезы. Ну, слезы это избегание. Это скорее жертва. Жертва на позиция. Вот. А так, главное просто... Ну, категории, в которых мы вымыслить, мы вымыслить, они... Я бы сказал... Ну... Детское. К сожалению, потому что... Ну, потому что... Нет правых и мировых. Вот. Нет правых и не правых. А есть люди просто, вот... Своей позицией. И... Вопрос заключается в том, к кому же я позиция ближе. Просто. То есть, это тоже нужно по-взрослому анализировать. А... Дальше. Не больше вы боитесь, что скоро операция просто тяжелая, ибо меня никто не скучит, не понимает, и ощущение что одна. Ну, вот. Это вас тревожит, потому что вы себя не принимаете. И вы требуете от... От... Других, чтобы они вам это дали. Они вам этого не дают, потому что, ну... По-разному, на самом деле. По-разному, на самом деле. По-разному причинам, да. Что-то не может, кто-то не хочет, но... Правда в том, что... Это... В данном случае... Совершенно не важно. Вот. Не важно. Важно то, что вы... К этому стремитесь. Важно... То, что вы к этому стремитесь. Вот. Важно... То, что вам это... Ну... нужно. Вот. И это вот уже из-за того, что вы себя не можете принять. Вы себя не принимаете. Такой вот... Какая вы... Собственно говоря, есть. Вот. И... На мой взгляд, это вот... То, с чем нужно работать. Принять себя. А... Когда... Себя будете принимать, тогда уже... Я думаю, гораздо будет легче вам... Находить то, что... Собственно... В полюсе... Вот. А... Так. Это... Очень... Знаете... А... Тяжело. Будет. Дальше... Так... Эм... Освини, что одна это очень тяжело. со стороны говорят, зачем тебе заморячиваться, я стою на своем. Ну и правильно, в одно время на статье до результаты, потом наступает сомнение, постоянно отступает. Опять же, все подсказывается финансами, дигитат ставит. Пока меня обеспечивают родители, опять же, будешь чем сам, буду сама все делать, но работать на той работе не буду, на какой той работе не будете. Скажем, рядом тревога растет, ну, потому что вы от себя как бы отдаляете себя, от себя как бы отстраняете, вы к себе не прислушивайтесь, поэтому и тревога растет. Что в целом, в общем, здесь естественно. Вот. Дальше. Так, с каждым рядом понимаешь, что высказывать за чем-либо кому-либо, это говорит по стату, так, а вы для чего высказываетесь? Вы, если хотите получить поддержку, то вам так и нужно говорить, что я хочу поддержки, допустим. И, то есть, ну, вот, именно, если вам именно поддержка нужна, то так и нужно говорить. А то получается несколько странно, что вы говорите как бы одно, а в действительности хотите получить, ну, что-то другое. Вот. Вот. Это так не работало. Открыть, кстати, тоже проблемы могут быть. Дальше, значит, так. Скажем, рядом, бивая сильный голос, тут только одна, самостоятельная, решая. А тут не бивая, не бивая, голову надо, тут надо это почувствовать. Ну, в общем, я устал, устал, когда держатся в себе, что держатся в себе, хотят мимо всех людей, мимо всех людей, потому что вы их не принимаете. Не принимаете их, потому что не принимаете себя сами. Стало счастье, что я одна, ну, с этим нужно работать. Хотя это не было обычно, пока не занималась бизнесом. Ну, и что-то вот изменилось, опять же, что изменилось, нужно разбирать. Помогите, пожалуйста, хотя бы совет. Да, совет тут не поможет, да и психологи советов не дают. Работа нужна, индивидуальная, если вы действительно хотите разобраться со всем тем, что происходит. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, вы дарите помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если поблагодарите меня материально за время, которое я уделил на запись ответа, тоже буду благодарен. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok